шоссе космонавтов на некоторых столбах космонавт нарисованы были объезжаем ой там еще что-то что-то дымится снова дымит прямо дымит это наш маленький китай здесь задымленность а не просто там не было три зоны это далеко на и так класс южного района челябинск степь тут реально степи поворачиваю хорошо зато смотрите-ка дорога-то раздельная по две полосы каждой 60 все еще пока вот ребята что дымит сейчас была табличка это доломитовый завод мы не знаем что это такое опишите комментариях конечно почитаем когда но он дымит конкретно вот снова табличка старый советский тема куда населенный пункт где солнце-то я не поймал с тех пор нет время 9 12 гарточки всякие дымочек опять вижу вдалеке дорога в принципе нормальная по качеству ну более-менее даже заплатками но он без дыр и вообще хорошо в движении трафик небольшой ребят всем спасибо за подсказки по поводу портунок свеклоочистителя но у нас не было с собой ни булавки иголки и чё-то магазин мы не стали сходить уже когда обратно в принципе ехали уже более-менее погода такая что стекло чистое остается кстати ценникам тут нет ну видели да наверно трассе вот это степень можно побыстрее машиноплён мощно смотрится что там у нас и понял маку ну ладно красота так нам на право 54 километра правильно нам сказали александр по-моему да сказал 50 километров от трассы я там посмотрел там вроде как асфальта нет в каком-то участке но сейчас может снегом завален и нормально першам пенуа хочу себе тут название французов сказать что переселили дымище прям лепшим а теплицы или не теплицы, может коровники скорее всего с коровом колонном хотя и теплицы наверное тоже как-нибудь обогреваются пуля-пуля ну если такая дорога то это класс конечно я вот не понимаю всё ещё 36 минут 10-го где солнце или она уже думаешь, а что она не просвечивается? как она так? а это вот зарево как будто рассвет ещё ну ладно интересно интересный населённый пункт тут есть ну вернее его название интересное фарш фер-шам-пенуас фер-шам-пенуас как это? ой, только что-то там много всего да? шампанское как шампанское ну и кстати, всем привет с этого данного населённого пункта ну обратно, если поедем, можем через него проехать спецпозная жирова фер-шампанское хозяйство хотя бы по центральной улице прогнать дорожка сузилась что-то совсем куда-то трактор, газовичок там заворачивает что-то, видимо, тут есть интересно только что блин, делали бы таблички, что за производство там было бы круто непонятно, ну ладно мы поезжали сюда, в ферму видели, сейчас едем в ферму коровники ну я думаю, что это коровники с обогревом и как коровки тоже дубаки не любят так, река гумбейка завершаем хорошо блин, можно было через населённый пункт, ну ладно, обратно припадим ура, Франция рядом и Карталы опять вот, что знакомы там Карталы были здесь Карталы у нас Карталы газ 2149 дешевле здесь пропанчик ну, в поля искренне где башня-то торчит 32 километра я солнце нашёл, наконец вот вот она торчит там в окошечке из точек плотных так Париж прямо Чесман Чесман населённый пункт слюда привет а, маленький а, маленький так, до Парижа 19 километров дорога, конечно, тут интересная он тут упаселся кони лошади лошади не боятся мороза, что 23 спокойно травку там выковыривает или что я думал, он сдалека это пастбище это поле какое-то огороженное от картофанчика так так стафельский совхоз села Париж гламурно гламурно звучит это доезжаем к Парижу к Парижу отчёт в Париже-то не лучше, чем в России смотрим вот башня большая большая да Париж не слететь бы, не слететь бы ой-ой-ой-ой-ой ой-ой-ой ой-ой-ой потряхивает тут, однако, потряхивает о-хо-хо-хо ребята Франция тут чё, блин, случилось-то е-мое здравствуй, башенка классно просто телеком нормально да да прям под неё можно зайти всё пока, башенька пока место побывало в Париже в общем, сейчас мы едем обратно по этой же дороге но вот на этой ещё одной Франции название забыл деревню, мы свернём в другую сторону выбрали дорогу через деревню а потом, по-моему, через пласт Куэлда на трассу М5 в общем, погнали першампенхаузе першампенуаз во в общем, надо было поворачивать нам раньше на деревне но мы решили вот сейчас по ней ещё прокатиться вернёмся вернём туда и через деревеньки проедем хотя, с другой стороны не знаю есть ли смысл мы сейчас посмотрели там грунтовая дорога поэтому, наверное, всё-таки мы выйдем на трассу и поедем по трассе здесь я так думаю так, ну вот лукойл лукойл но он что-то без магазина по-моему а, нет, маркет есть, да, какой-то но маленький так, поехали проедем по нашей французской или немецкой какое-то название французская, наверное тут развалинки есть всякие дорога развалена ага что-то тут народу много прям стоит и какой-то знак, знаешь, аптеки это змея сейчас это что-то медкомпания какая-то, что-то интересное больница больница а, больница в районную больницу понятно, почему народу много так, сейчас еще прямо проедем дороги ужасные очень так, какой-то промышленности приехали, которая выглядит не свеженько, скажем так ну там, смотрю, везде сено а, так оно, вон, смотри, куда продолжается офигеть это налево это понятно ну-ка, ну-ка а вот еще дорога куда-то прошла Куликовский не, нам туда не надо это в другую сторону в сторону Эманджилицк поедем на Дион кстати, она асфальтированная нормальная магазин, продукты своя котельная тут какая-то страшненькая но, видимо, рабочая много квартирные домики о, магазин добрый ух ты, блин ого, это что такое школа большая штука районная наверное да школа а, подожди, какая школа олимпийская какой-то а, да школа неплохо так ну, реально это, скорее всего район тут деревни сюда здесь учатся ну, это, ну, и прикольно мне кажется там какое-то строение было непонятно а, вон, олимпийский какой-то там нет, школа олимпийский тренажеры там всякие для занятий так тут, что у нас то, что у нас дальше-то все, наверное ну, давай сейчас тут посмотрим хоп-хоп ну, да дальше поля уже надо выезжать ой-ой-ой-ой-ой-ой маршрут перестроен так, маршрут перестроен поверните налево да, там все ну, поехали на трассу и обратно по грунтовке неохота сегодня ехать ммм обычная вон вышка так, тут знак стоп стоп мы остановились и мы поехали мебель красного ух ты, красно-белый дождитесь там везде торговая галерея магазин магазин в Валерии пять стоп ну, ну что-то стоп-то а, это типа уступи дорогу может, типа из-за сугробов не видно хотя где-то стоп есть так это что-то непонятно вроде явно не живое так он говорит сейчас направо проехать но нет так что это у нас такое что-то я не пойму, да строение там магазины какая-то аллея ну ладно вот ледовый городок с остатками через 200 метров поверните вправо а мы тут не повернем говорит ладно вот она православный храм ну все, на выезд теперь точно ну домики цивильные в принципе запах странный кит вон уже трасса ой ой куда мы попали по мосту проехать надо будет сейчас проедем, интересно должны проехали перекупано а вот влево ездили да так там я вряд ли думаю что там что-то есть оп, сюда проедем сейчас направо сушечки маленький перекус колбаса правда еще есть? так справа ну вернее далеко все шли в пути всем пока отсюда мы на трассу подъезжаем Крупская всем привет отсюда ну что-то как-то тут все сеном завалено так такие маленькие домики сельхоз техника разобранная а что за кладбище хотя нет компания мне кажется это рабочая машина у двора нет хранится здесь полник ангар такой а ну все проехали крупская маленькая там что-то огороженное все там что-то огороженное все да, навигатор нас тут повел сократить путь в 6 километров типа мы в итоге едем в 60 и скачем как на козлике блин тут ну сейчас еще более-менее там дорога была вот и дырявые и такие стыки острые вон трасса вижу грузовики ездят ура ой ну яндекс когда научат навигаторы видеть плохие дороги так выехали на трассу ну а значит тут уже какая-то пузенькая стала уж очень и уходит за горизонт просто прямая дорога от Магнитогорска до Челябинска отличается от дороги как до Уфы конечно же через Беловецк но блин та дорога намного красивее то есть здесь просто прямая здесь поля степи чуть-чуть лес наверно сейчас ближе к Челябинску уже его побольше будет но это знаете для любителей тех кто не любит горы а любит просто по прямой егать туда но это наверное нет не единственное тут две дороги из Челябинска есть разными можно поедать ну Белорецк конечно Белорецкий тракт очень красивый так хорошо тоже ехать когда видишь дорогу и можно чуть побыстрее хотя же вот так у меня и то десятки всякие обгоняют как паячево мне вот кажется там как будто синим цветом я дальтоником стал а тоже да синеватым таким оттенком ну может посмотрим но нет там ничего синего это просто деревья на протяжении всей трассы ловится ЛТЕ вот сколько мы проехали все это видимо за счет того что столько выше здесь много стоит ну это круто так местами дорога портится вся в трещинах подпрыгиваюсь чуть-чуть но дырь как таковых нет но это участками потом раз нормально вот как сейчас то есть все ровнее конечно Нифига, смотри, как будто их тракторами что-ли проделали. Полосы эти. Лошадки. Что-то в машинке в подвеске не выдержало, спарало, забрякало. На кочках именно, на стыках дорог. Я не знаю, лед так может брякать? Нет, наверное. Там лед в чашках полностью. Короче, надо оттаять ее. Да нет, ну лед бы растолбило, мне кажется, уже. А тут резко началось. Не было, не было. На ровной дороге нету. Он мог там быть, прилипший, наверное, отлип. Ага. Истучит. Ну вот на такой нету трещинок, на таких. А вот на больших есть. Ну да ладно, там разберемся. Степи заканчиваются, начинаются леса, река Сонарка. На зеленый пункт. Верхняя Сонарка. Каменный Саранашка. Справа, Южного Враль, спряма. О, Котека, смотри. Интересная деревянная. Уполок много. Там еще географический цель Челябинской области. А, вот этот 26 километров. Куда? Стрелка, да. Понял. Красно-белая. Красная белка. Так, Челябинск-151, инженерал-60, класс 23. Так, обогнать бы это горка, блин. Ну, есть люди, которым пофигу. Горка-не горка. Видно-не видно. Что, на продажу, что ли, выставляли? А, нет. Это прикольно сделано. Это прикольно сделано. Южного Враль, спряма, 81. Что? Ну, это просто. Разно цвет. А-а. Таверна. Таверна. Говорение опасно сейчас. Продвижемся 70 километров. Борисовка. Борисовский привет. Она у нас слева останется. Ура, дорога порой не стала. Заехали в населенный пункт Пласт. Всем привет. В общем, как-то брякает странно. То есть, только при маленьких кочках, когда вот так вот колесо делает. Ну, то есть, надо помыть машину. Или лед, чтобы туда расставил. А, центр города направо. Мы мимо проезжаем. Вот. А вот, главное, а вот на крупных кочках, главное, нифига не брякает, ничего там. Ну, это странно. Вот даже сейчас едем по стыкам, то есть, ничего такого нет. Появилось недавно. Загадка. Так, это что такое? Минералс. Ох. Все, главное, по иностранному написано. Потому что иностранцы владеют. Ну, и ладно, налоги-то у нас платят. Прибыль могут выводить, конечно. Так, 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 это все справа, пласт. Нам куда? Нам прямо. Я думаю, мы по объездной объезжаем, хотя могли через него прыгать. Ну, и ладно. А, вот класс закончился. Там он еще какой-то, карьера или нет? Или же столько земли. Класс 04. Ну, деревушечка, я бы сказал, наверное. Ну, явно не город. Домов больших там не видно. Хотя промышленность есть какая-то. Чуть-чуть. Так, дальше, что мы имеем? Южноуральск, налево светлый, направо пластного, да. Сейчас еще одна табличка будет с километражом. Что это такое? Ну, просто как нас. Так, светлый. 28. Ой, 23. О, 28. Южноуральск, 34. Класс-то нет. Так, нас посылают на Демарина. То есть не через Южноуральск. А это надо повернуть, получается, здесь, что ли? Точно. Точно. Вот стыки. Вот один раз был дождок. А так нет. Ну, странно. Ну, когда стерильная доска, много их идет. Тогда, да. Вот сейчас был. Что-то непонятное надо это. Помоете под машину лесеное. Либо салон ехать. Была табличка, что тут даже и на Магнитогорск. Интересно. Правда, звук-то какой-то пластмассовый, кажется. Там у меня еще крышка эта дребезжит за двигателем. Может, она стучит. Фиг его знает. Сикс. Еще одно круговое. А, нифига не валяется в снегу. Смешно. Заезжаем в населенный пункт Чокса. Всем привет отсюда. И нам надо остановиться. Да, много места. Да, много места. Вот место. На, что ты боишься? Что, хлеб не всему голова, что ли? Да ладно. Пес, что ты боишься такой тростливый? Ну-ка, давай себе колбасу. Там много колбасы? Вся колбаска родим. Ты, колбаска. Эй, пес. Смотри. Колбаска должна быть типа бутера. Я не знаю. Это как так-то? А, все понятно. Но теперь хлеб будет колбаской пахнуть. Так что скушай. Ни фига там стой колбасы-то слиплась. Ну вот, пейзаж изменился. Пошли родные березки, свеченки. Ну и сейчас останавливались. Папа там пошевелил. Этот лед там шевелится. Вроде меньше. Сейчас пока не слышно. Ну и проверим. Может повезет. А нет, так будем что-то менять. Что там шаровое, кабелизатор. Опора. Посмотрели все болты на месте. Крепко закручены. Так, 70. Уже 69 километров осталось до Челябинска. Дорога тут извилистая. Среди леса. Где-то мы должны в каком-то Тимирязевском районе вроде как выскочить на М5. Ну и там по прибой до Челябинска. Единственное, я хочу все-таки исполнить свое желание, которое, блин, так и не исполнил в поездке. Ну, это шашлыка взять домой. Себе на кости. Есть такой торговый центр КС. Там напротив избушечка. Вот там делают этот вкуснецкий шашлык. То есть Челябинска, я думаю, знают. Это крутое место. Единственное, там минус, по-моему, безнала нету. Проезжаем Казбаева, населенный пункт. Пройдет, трудится. Смотрите, тут такие суперобы. Да. Но дорога чистая. Сухая. Тимириарсевский. Это сразу же агрокомплекс. Чебаркульская птица. Работает. Работает. Так. Нам направо. На Екатеринбурге, на Челябинск. Тут, блин, небо. Классно. До Уфы 359. Поехали сразу на раздельную дорогу. Только что-то она раньше качество хорошее было. Сейчас уже дырки. Видимо, вот когда таяло, все. И замерзало. Дороги потом тоже таяли. Асфальт с них. Забило ее на Екатеринбурге, адрес КС с вкусным шатлычком. И вот до туда нам уже 3-4 километра, наверное, Черябинск через Блюхер поведет. Если через Блюхер, то там автосалон Реново. Заглянем, посмотрим, есть ли там Дастер новый. Подъезжаем к Челябинску. Это уже более родное место. Заводы, заводы начались. Ну, не так дымно, как в Магнитогорске. Вообще не так. Всем из Челябинска привет. Вернулись мы в родные Пенаты. Сейчас проверим, есть ли в наличии Реново или нет. Ну, санбой. Как он, блядь, забыл? Дастер новый. Вот Дастер. А, нет, не Дастер. Что-то такое. Нерканы? Нерканы. Сандера. Ой, не Сандера. Блин, забыл, как называется. Коптер. Коптер точно стоит. А вот новый, наверное, а нет, тоже Коптер. Хрено Коптер. Новый, ребят, дастер стоит, но он закрытый, ценника на него нет. Сейчас спросим. Я, ребят, не знаю, даст, но я показал старый. Новый еще не пришли и ценника на них нет. Ну, ребята, вот учитывая, что старый стоит 1.362. Вот тут стоит, да, в комплектации. Драйв плюс, автомат, может, из любых 103 лошадиных сил. Видимо, новый там полторашку будет стоить. Приехали в Челябинск, минус 14. С запада, где теплее. С запада и с юга, можно сказать. Ну, с юга это Магнитогорск только. Ну, и ладно, погнали. Погнали за Чачликом. Что-то нет, у них нового дастер, печалька. Родные пробочие, родные толкушки. Почему-то в Челябинске я чувствую себя более как-то спокойнее, чем вот в том же Казани или Вежевске. Мне почему-то там все горщиками окажутся. Как-то меня там подрезали, так уж резко. Потом смотрели, что тут прешь, такой как, так медленно. Короче, как-то страшно было. Здесь как-то все-таки поспокойнее, не знаю, мне кажется. А, хотя нет, в Казани-то более-менее было. Не в Казани, в Вежевске у меня подрезали в Уфе. А в Казани-то нормально было. Там, наоборот, семейные ехали. Там, блин, камеры понатыканы везде. Я первый. У нас тут прямо скоро весна настанет. Солнышко светит, 13 градусов. Прям круто. Кстати, нам везет, видимо, мы не в час пик едем. Ай. Так. Ой, желтый. Псс, а тут ничего, да? Хотя, наверное, но... Да мы стучок все этот ищем. Подозритель. Яндекс тут что-то как-то странно ведет. Вот видите, тут ровная дорога, по идее, прямая. По прямой ехать, он не так обводит. Сейчас посмотрим, в чем дело. Может, там оконтявый, хотя бы он показал. Может, там пробка, конечно. Сейчас посмотрим. Мы его не послушаемся, но проедем, посмотрим. Так, на следующем перекрестке он сказал повернуть налево. Сейчас посмотрим. Вот, говорит, поверни налево здесь. Но я не буду поворотить, я прямо поеду. Нет. Отстань. Блин, мне надо перестроиться в ряд. Там, потому что только... Я не хочу в тебя перестраиваться. Аркашка. Вместе начали перестраиваться в одну линию. Логика понятна. Яндекс посчитал, что мне быстрее будет объехать этот участок, чем стоять на светофоре. Кстати, возможно, он и прав. Ну, ладно. Яндекс, может, тут прав, потому что мы вот чуть проехали. Только в следующий раз пройдем. То есть, два зеленых пропустили. Потому что они короткие, а красный тут 80 секунд. Вот так вот. Ну, в нашу сторону имеется в виду. А, мне тут надо вправо уходить. Что-то его колобасит. Так, оскол. И поперли. Что, кто там сидел? Нет, чуть не кто-то с пассажиром. Ага. Стекулирует. Снял. Ага, что, болтают, я просто. Это нормально. Кто-то болтает, кто-то снимает. Родные заводы. Блин, и кто не так не дымет сильно? У тебя тут цинковый есть. Смотри, чик, под него хавальчик. Держи. Рисочка. А он, типа, уже поехал на обслуживание. Какой-нибудь хавал-то, видишь, в ту сторону направляется. Вот, в Челябинске очень не хватает новых трамваев. Вот, ну, вот в каких городах были в этой поездке? И здесь новенький трамвай. И в Магнитогорске тоже. В Челябинске не хватает. Они есть, но их, видимо, мало. А, блин, он поехал, он нам скоро поворачивать, притормозим, ладно. Смотрите, цвет троллейбуса и трамвая похожи. Тешите, смею. Тешите, смею. Блин, звук такой пластмассы. Как же стянка, да. Самолет падает. Перелетит. Пролетел. А где мы вайку продают? А, ну, типа, поехал в магазин, замывайка, тут увидел тачку. И у него купил. У него же на улице, у него проверено. Взяли. Ой, как пахнет. Лаваш, лук. Они отдельно сделали. Подожди, так они... Что, вместе все реально положили? Подожди, два ля-кебаб. Старейка. Ну, придется к вам, заходи к вам. В ресторанце говорил уже обратно. Отдельно им. Да, пусть тут будет. Что такое? Не рассыплются. Да нет, не рассыплются. Дорога-то ровная. Масочку бесплатно дали. Нормально. Так. Ну все, ребята. Мы до дома. Не отдыхать, а я монтировать видео. Поэтому всем спасибо огромное, кто смотрел, кто со мной ехал. С нами ехал. По этой же всей дороге там роликов больше десятка. Вот, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до встречи. Ну и продолжим, конечно, кататься. Надо подвеску только починить. Все, всем пока. Пока-пока. Пока-пока.